Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. Студия Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. К строительству проекта «Стена» на границе Украины с Россией будут привлекать украинские компании и производители. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян. Он отметил, это поспособствует созданию рабочих мест и вернет около 40% государственных средств в бюджет в виде налогов. Слободян также отметил, первые 10 миллионов гривен на проект уже поступили на счета Госпогранслужбы. Ситуация в зоне АТО стабильно напряженная. Боевики не прекращают провокации по всей линии разграничения. За минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, но есть трое раненых. Между тем, гуманитарная ситуация в оккупированных районах остается тяжелой. Местом наибольшего противостояния вчера были передмисты Горлевки. В частности, вчера близко 12.00 в районе Майорска произошло боевое сутки между украинскими прикордонниками и диверсионно-разведывательной группой незаконного оружия формирования в складе близко 10 человек. Благодаря благодатным действиям наших бойцов просувствие врага было взорвано. Пострадавших среди прикордонников в следствии боя нет. За оперативной информацией, ватажки банды формирования ДНР констатуют, что гуманитарная помощь из России, что пребывает на оккупированный Донбасс, в большинстве случаев распространяется и не доходит до местных жителей. В то же время в магазинах зафиксирована появление больших партий товаров российского производства. Но гуманитарные проблемы террористов не торбуют. В городе Донецк, например, боевики активизировали фильтрационную работу, целью которой является выявление местных жителей с проукраинскими настроями. В Кении убиты 4 террориста, захватившие студенческое общежитие в Горисе. Об этом сообщил глава МВД страны. Все они из группировки Аш-Шабаб. От рук террористов погибли по меньшей мере 147 человек. Подробнее о спецоперации в следующем материале. В общежитии университета проживают 850 человек. В блоке, захваченном радикальными исламистами, обычно находилось около 360 студентов. Бежать смогли лишь немногие. 90% угрозы мы устранили. Мы подтверждаем, что четверо террористов убиты. Число участвовавших в нападении не подтверждено. Поэтому сотрудники говорят, что устранено 90% угрозы. Сейчас полиция защищает местность. Мы будем получать новую информацию об этом, а также о числе погибших и пострадавших. Кенийские власти предложили награду 215 тысяч долларов за информацию о неком Мохаммеде Мохаммуде. Его считают главным подозреваемым в нападении на общежитие студентов в Горисе. Кроме того, в четырёх кенийских регионах, граничащих в Сомали, вводится комендантский час. Вводится комендантский час в округах Тана, Гориса, Ваджир и Мандера с 6.30 вечера до 6.30 утра, начиная с 3 апреля. Это положение сохранится до 16 апреля. Группировка Аш-Шабаб связана с Аль-Каидой и состоит из самарийских исламистов. Они уже не в первый раз совершают теракты в Кении в отместку за участие страны в операции Африканского союза в Сомали. В 2013 году самарийские боевики напали на торговый центр в Найроби. Тогда погибли более 60 человек. Данные второго бортового самописца авиалайнера, разбившегося в Альпах, подтверждают гипотезу о намеренности действий второго пилота Андреаса Любица. Второй чёрный ящик отвечает за запись технических данных полёта. Он был обнаружен на месте катастрофы накануне. Напомню, в результате крушения лайнера погибли все 150 человек, находившихся на борту. Второй пилот намеренно направил его к земле. Во Львовской области без электричества остались 200 населённых пунктов. Виной этому снегопады и ветер до 22 метров в секунду. 142 пункта полностью обесточены, а 59 частично. К аварийным работам привлечены 420 человек и 100 единиц техники. На этом пока всё. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.